так ребят добрый вечер мы с вами предыдущие занятия насколько я могу восстановить памяти завершили начали завершили рассмотрение современных подходов к мониторингу до здания сооружения имею ввиду вот эту концепцию безопасности обеспечения безопасности здания сооружений на всех этапах жизненного цикла да и мы сговорили что это помните наверняка что там изысканиями проектированием этот жизненный цикл вовсе не заканчивается только начинается поэтому вот эту самую безопасность нужно обеспечить не только на этапе ну скажем проектирования о чем мы говорили на более ранних лекциях да но и на этапе строительства эксплуатации до этапе жизненного цикла вот как это делается на основе математических тех же моделей до составе инструментальных систем мониторинга ну или как их сейчас называется миг система мониторинга инженерных конструкций мы об этом говорили на прошлом занятии но не только говорили показывали примеры до критику наводили как это вот сегодня на каком уровне находится да и куда бы мы хотели продвинуться дальше помните да об этом теперь вот сегодня я раздумывал не не скрою о чем бы поговорить нам сегодня дождать ну и искать чтобы это было запоминающийся и тоже в контексте безопасности зданий сооружений ну у нас там если вы помните была лекция такая в смысле в плане лекции она была последняя да это экспертиза причина обрушение большепролетность зданий сооружений я решил его поставить чуть пораньше почему сейчас обещано почему ну и сегодня вот как бы этому посвятить время да это будет достаточно бегло кратко но я думаю вас это должно ну как бы привлечь я надеюсь на это ну и кроме того хочу сказать что такой расширенный вариант этих лекций выложен у нас на сайте в ютюбовском канале это вот как раз экспертиза причина обрушения большепролетного здания вот так что если вы захотите это посмотреть это можно сделать да но это не самые свежие лекции это двухгодичной давности примерно но от этого я думаю и качество ничуть не пострадал и так значит почему собственно мы об этом здесь говорим а потому что для некоторых зданий для некоторых сооружений ну и конструкции оснований к сожалению для этих зданий ну естественно для тех кто там находятся это тоже такой своеобразный этап их жизненного цикла но вот как вы знаете если опять же проводить такие кровожадные не скрою надеюсь меня за это не отстранят от чтения лекции до кровожадные аналогии с человеческой жизнью да ну или там жизни любого биологического организма существа значит ну есть такая как бы окончание жизненного цикла да это по старости что называется да ну понятно да это вот применительно к зданиям это вот когда она исчерпала свой ресурс ну и собственно все ожидают да что после этого ресурса надо либо выводить его ну либо это произойдет само когда уже здание это эксплуатироваться не будет вот но бывают и другие ситуации бывают несчастные случаи да в том числе у людей с летальным до исходом вот применительно к зданиям это вот собственно говоря те самые катастрофы обрушения коллапсы да которые происходят с некоторыми зданиями нам с вами надо очень серьезно разбираться с тем из-за чего это произошло да с тем чтобы поняв из-за чего не допустить это в дальнейшем для аналогичных зданий сооружений да каким образом не допустить мы тоже об этом поговорим это вот очень такой важный ценный материал несмотря на всю драму все трагедии иногда вот этих обрушений ценный материал для того чтобы извлечь уроки из него да потому что если мы не извлекаем уроки вот из таких событий но мы ничего не стоим как профессиональное сообщество да мы просто готовы сделать что-то по написанному ну и как бы множить и повторять ошибки и так мы говорим об этом обрушении не только вот о том о котором я буду говорить сегодня об экспертизе да не только в связи с конкретным обрушением но имея ввиду да что вот на этих уроках на этих экспертизах мы должны научиться и обеспечивать безопасность данные сооружения не доводя их до не доводя их до того но вот до чего они были доведены вот вот на этих примерах вот в этих задачах в этих объектах и так значит мы сегодня будем говорить о таком опыте мы будем говорить конкретнее если опять же да о экспертизе причин обрушения спортивно-оздоровительного комплекса трансваль парк ну точнее говоря конструкции покрытия да частичного обрушения конструкции покрытия над аквадромом над авкопарком извиняюсь да над авкопарком спортивно-оздоровительного комплекса трансваль парк но это вот такое полное название бюрократическое говорю по памяти но думаю что не ошибаюсь давайте значит вот перейдем к этой теме сегодня да прошу вас на нее настроиться и так когда это произошло и что этому способствовало ну и какая-то так сказать входная информация это все произошло происходило в 2004 году то есть уже как вы понимаете более 15 лет назад то есть обрушение произошло 14 февраля вечером ну там 19 часов с гаком по московскому времени в москве это район ясенева юго-запад москвы обрушение повторяю спортивно-покрытие конструкции покрытия спортивно-оздоровительного комплекса трансваль парк то есть до этого эта конструкция ну сам трансваль парк сам аквапарк про существовал около двух с половиной лет там ну что-то в этом духе да то есть он эксплуатировался был весьма популярен но вот здесь на этих картинках вы видите макет внешний вид да но тут видны конструкции покрытия собственно само покрытие да оболочка покрытия как она выглядела мы еще посмотрим с вами это вот топоры ну это вот каркас железобетонный ну и конструкция основания фундамента здесь не видно это как бы кусочек внутреннего вида мы еще подробнее на этом остановимся так вперед вперед так что там у меня как-то неловко неловко так что такое сейчас что-то у меня какая-то какая-то заминка происходит а вот ну хорошо давайте я все вот итак здесь я показываю как это сооружение да ну собственно зона аквапарка до водных развлечений аттракционов выглядела ну понятно период эксплуатации до обрушения вы видите а это зона бассейнов но в том числе вот этого бассейна так называемого волнового да где волны такие приливные устрою устраивать такой аттракцион да ну некоторые другие там ворки всякие ну и что нас тут интересует с точки зрения так сказать экспертизы да ну и вообще как бы безопасности этого сооружения но мы видим что оболочка да изнутри видите она была такой в качестве такой ребристой оболочки или ребристой да как угодно ребреной оболочки это была железобетонная как выяснилось оболочка да железобетонная и она была очень тонкостенная да но вот скажем вот в этой скорлупе то есть не там где ребра вот где вот как бы нет ребра да и и толщина при пролете более 70 метров составляла как вы думаете какую величину при пролете более 70 метров есть какие-то мысли или воспоминания может быть на эту тему кого-то нету всего лишь 7 сантиметров да то есть если бы мы соотнесли соотнесли значит пролет да к толщине мы получили ну практически такую очень ужасающую там впечатляющую цифру то есть один к тысячи да то есть толщина к пролета один к тысячи ну понятно что такая оболочка тем более железобетонная не имела права на жизнь если бы вот не эти ребра да и ребра ну ребра понятно были основным несущим элементом там было и основное армирование ну и под как бы авторы проекта что завтра и почему они стали собственно таковыми мы тоже об этом поговорим вот они собственно вот такую конструктивную схему предложили до этой оболочки причем обращая опять же ваше внимание что вот значительная зона этой оболочки но вот ближе к внешнему периметру вот этому такому как бы фрагменту да кольцевому или круга да значит вот так ближе к внешнему периметру оболочка это имела кривизну близкую к нулю да ну то есть грубо говоря было почти как пластина да то есть очень маленькая кривизна хорошо ли это плохо мы тоже об этом поговорим в контексте вообще оболочек покрытия ну и вот конкретной оболочки трансвальпарка да теперь второй вопрос да на что собственно опиралась мы когда говорим о конструкции покрытия и обрушение конструкции покрытия мы имеем ввиду как саму оболочку так и те конструкции на которые они они она опиралась потому что обрушилась и то и другое то есть упали и сама оболочка да и колонны на которых вот эти колонны вы наверное их просматриваете видите с определенным шагом шагом насколько я помню 12 метров они шли здесь вот скажем по внешнему периметру по этому части окружности да колонны вы видите вот такие да значит какие они как они чего они были сделаны как они были сделаны какой конструктив мы тоже еще посмотрим но здесь нам важно видеть значит как они по этому периметру шли вот тут видно как они идут по радиусу да также важно отметить что эти колонны соединены между собой были такими мостиками виде да ну или распорками как их называем да ну и кроме того часть часть этих колонн соединялись так называемые связевые блоки видите такие диагональные связи ветровые до которые должны были придавать устойчивость этой системе при поперечных нагрузках ну прежде всего ветровых да внешних ветровых нагрузках вот собственно так внешний вид да мы видим также что здесь есть еще один периметр колонн вот видите маленькие колонны да которые как бы встроены в железобетонное ядро да такой каркаса но это короткие колонны и они составляют такой второй окружность да по которому эта оболочка опиралась да на эти колонны ну вот еще один ракурс немножко другой но вы видите тоже тоже о чем я говорю но в частности здесь вот лучше виден один из связевых блоков вот он да видите такие диагональные но кстати обращаю ваше внимание это достаточно необычно и что кроме необычности это повлекло с точки зрения конструктива мы тоже это увидим что эти эти связевые блоки эти связи видите они не как обычно как бы заканчивается внизу колон да вот так как бы по диагонали проходит отверху к низу да заканчивается на определенной высоте ну где-то там двух-трех метрах так сказать выше зоны опирания колон хорошо это или плохо мы еще это посмотрим обращая внимание ну вот еще один ракурс здесь как раз хорошо видны вот эти колонны вот этого ряда да который который встроены как бы или там рядом находится железобетонным вот этим ядром но в этом железобетонном ядре были всякие помещения для проведения досуга тоже занятий отдыха и так далее ну вот немножко как это выглядело снаружи вот со стороны как бы до внешнего периметра мы видим остекление видим значит вот эту крышу да который заканчивается такими перголами вот это эти вот конструкции называется перголы ну помимо некого архитектурной завершенности объекту они приносили еще характер удержания снега да чтобы снег вот не падал так сразу да с крыши не скатывался теперь перейдем собственно к существу дела это вот как как выглядела эта система это сооружение так эти конструкции и так 14 февраля 2004 года спустя два с лишним года после эксплуатации успешной ну то есть как бы не было никаких замечено там там деформации изменений трещин каких-то там неприятных или не очевидных звуков да которые могут быть предшественницами каких-то аварий или тем более обрушения произошло практически одномоментно ну с точки зрения как бы и наблюдателей и как бы всей системы какой именно мы скажем которые следила да за поддержанием нормального режима работы да это вот в основном режим работы оборудования да который обеспечивал все технологические процессы в этом аквапарте да так вот практически одномоментно произошло обрушение обрушение большей части покрытия но и можно сказать практически всей опорной части я не буду в отличие от лекции которые я читаю для специальной аудитории да а я уже много лет читаю лекции для экспертов да ну или тех кто учится на экспорта судебно-технической экспертизы повторяю читаю уже лет тоже семь-восемь лекции именно по методологии судебно-технической экспертизы и конкретно одна лекция посвящена вот опыту конкретной экспертизы трансвальпарка да вот в отличие от них я не буду рассказывать всяких там бюрократических исторических подробностей как мы зашли на этот объект да почему мы они другие кстати перим имеет к этому прямое отношение уж если об этом говорить да потому что это произошло буквально вскоре после того как мы закончили работу ну или заканчивали скажем так работу на камской гэс помните 65-летие которой я вас поздравлял прошлый раз это ваша родная камская газ и собственно мы и вошли в трансвальпарк в значительной степени потому что те экспериментаторы обследователи с которым мы были на камской гэс то есть они занимались натурным обследованием мы собственно расчетами да они нас собственно и пригласили да они нас отрекомендовали первоначально прокуратуре россии да генеральной прокуратуре россии и в москве прокуратуре как людей как организацию которая имеет опыт и в состоянии справиться с такой сложной многофакторной многоэтапной работой каковой является экспертиза да потому что экспертиза должна ответить на вопросы да извечные русские вопросы российские на которые до сих пор никто не получил ответа значит кто виноват и что делать да виноват и что делать так вот мы то сказать там появились как появились да на этом объекте и собственно говоря где-то с мая с мая 2014 года по ну да где-то по март по март 2015 года очень скрупулезно сложно тяжело временами да занимались вот этой многоплановой работой да многопланной работой прекрасно понимаешь что выводами из этой работы должен быть не только конкретные выводы по данным по данному объекту да но и более широко выводы рекомендации в отношении состояния дел в российском строительстве в строительстве проектирование строительстве эксплуатации уникальных в том числе больше пролетных сооружений потому что общественность российской но и профессиональной тоже была сильно возбуждена это было резонансное дело да что происходит почему вот такое здание недавно запроектированное да недавно построены вроде бы прошедшие все стадии экспертизы московской правда да вот почему она упала вот так одномоментно и угробила 28 человеческих жизней еще 108 оставили оставила коллегами ну и понятно принесла бы принесла большой не только материальный но и моральный вред да ну то есть как бы она ставила под вопрос вообще как бы возможность строительства таких уникальных сооружений новых новых архитектурных форм новых конструктивных решений но если как бы мы их не можем обеспечить их безопасность ну здесь показано как выглядели выглядел наш отчет по итогам экспертных исследований повторяя 9 месяцев спустя в марте 2015 года на основании которых на основании выводов которых да и были сделаны выводы следствия до выводы следствия в отношении того собственно кто виноват и что делать да из-за чего это произошло кто виноват и что делать ну вот это было шесть этапов работы научно-исследовательской повторяю порядка тысячи страниц текста с иллюстрациями с графиками ну и как следствие с выводами то есть это был объемный труд причем там где-то необходимо изложенный слов строго научным языком а там где это должно стать было стать предметом обсуждения ну или рассмотрения более широкой в том числе юридической общественности да ну естественно на языке понятным им это к вопросу о необходимости владения различными языками не только русский английский да но и даже внутри нашей деятельности мы должны уметь находить общий язык с разной аудиторией да вот я пытаюсь с вами находить общий язык да с со студентами магистрантами с аспирантами с докторантами с застройщиками да вот с органами власти так ну и со многими многими ну в научном сообществе естественно мы тоже должны находить общее понимание говоря на таком научном языке вот то есть языков существует много да но главное чтобы эти языки отражали реальное состояние дел да я уже вам говорил им могу это повторить вслед за классиками жанра но такими как альберт энштейн который по ему это приписывают наверное он не один это говорил что нет такой сложной теории но перед примитивно к нам можем говорить про объекты про задачи нет такой сложной теории который нельзя было бы изложить любой домохозяйки за пять минут так чтобы она этого поняла да вот мы должны к этому стремиться да прекрасно понимаю с кем мы и о чем говорим и так я пропускаю вот этот большой кусок очень большой кусок который интересен там судебным экспертам да почему мы там оказались как мы оказались какие мы договора заключали кого мы там в этом убеждали но это действительно отдельный большой кусок пласт и нашей жизни и так сказать не на пользу пошедшей значит экспертизе вообще российской всевозможной которая после этого доски пошла давайте посмотрим прямо на объект сразу да мы как технари вот сразу на объект и так вот чертежи да как выглядела как выглядел этот объект на чертежах это был примерно если я не ошибаюсь 2000 2000 или 2001 год до 2001 год середина 2001 года это чертежи но если посмотреть тут можно увидеть о к но году или другой другой штамп турецкой фирмы кочак иншат значит кочак иншат была генеральным проектировщиком всего объекта и строители одновременно они были одновременно инвесторы то есть турецкий объект так скажем сразу хочу сказать ничего в этом хорошего или плохого нет да вот просто до фиксации да а непосредственно разработчиками конструкции покрытия вот этого железобетонного покрытия и опорной части то есть вот этих колонн со связями да было фирма была фирма зао к но это такое ответвление от известный от известного института курорт проект вот но и возглавлял эту фирму был главным конструктором такая известная фигура в области конструирования строительных конструкций там сооружений зрелищных да вот курорт проект название говорящие это надар вахтаныч кончили но надар кончили пользовался большим авторитетом ну во второй половине в конце 90-х вернее в конце 20 века в начале вот нашего века да через него руки прошли многие проекты он выступал в качестве главного конструктора ну и его архитекторы за это любили любили потому что он как бы не отказывал архитектором да в реализации их творческого полета мысли да то есть вот самые такие вот мы можем посмотреть что действительно могу вам сказать это точно что по тем временам в начале двухтысячных годов в россии еще ничего такого не строилось да и не проектировалась да это была такая новая архитектурная форма достаточно смелая да но мы видим что тут нет никакой симметрии в ней да значит она выглядела достаточно так воздушно да ну по крайней мере конструкция покрытия и опорная часть ну и это вызывало какое-то такое ощущение нового времени нового времени вообще которое нашло свое выражение в архитектурной форме в адекватных им конструктивных решениях в тех технологиях развлечений которые там были реализованы там были самые современные технологии да но вот не случайно например авторы проекта архитектурной части проекта да это российская архитектура известная на то время известная архитектурная фирма сергей киселев и партнеры да получили ну высшую награду архитектурного конкурса всероссийского да каком-то из этих годов начале двухтысячных как вот такой выдающийся выдающийся архитектурный проект да дающийся архитектурный проект ну вот здесь опять же это разрез мы видим на нем вот эту оболочку ну кстати вот подтверждение моих слов да что вот здесь вот в этой зоне кривизна была близка к нулю да то есть почти пластина вот здесь да видите а колонны вы видите вот самая угловая колонна вот это такая полюсная колонна вот здесь она да там где сходится два радиуса да вот здесь молока самая маленькая колонна видите такая коротышка такая да вот она все другие колонны я уже описывал а ну вот как раз эта зона аквапарка видите тут разные бассейны вот эти значит ванны для бассейна вот это бассейн как раз бассейн волновой да где путем определенной работы насосного оборудования создавалась вот эта приливная волна ну понятно этот бассейн тоже пользовался повышенным вниманием ну и ряд других бассейнов которые здесь тоже присутствовали но вот здесь в этом на этом слайде вы видите в этом на этом краю в нижнем правом углу показана ночная вечерняя съемка уже когда произошло обрушение да видите как это выглядела ну еще один слайд тоже с планом это рабочие чертежи вот именно этой фирмы зао к зао к который производила вот производила проектирование да повторяю вы понимаете да что это было сколько там 16 лет тому назад до проектирование вот этой части да ну теперь немножко про опорную часть проговорим ну про оболочку и пропорную часть ну во первых оболочку видите что оболочка по периметру вот здесь по периметру здесь здесь и здесь да завершалась вот это вот такая часть скорлупы с ребрами несущими да завершалась такой опорным кольцом таким вот здесь это кольцо ну а здесь по периметру тоже шла такая опорная часть это такая очень массивная ну где-то метр на метр даже больше да в сечении железобетонный массив такой очень такой мощный очень сильно армированный ну даже я бы сказал переармированный да то есть там арматуры было больше ну это образное выражение но почти правда арматуры там было больше чем бетона да вот по сути дела пробетонировать да про вибрии про вибрировать утрамбовать до бетон между этой арматурой это была отдельная серьезная задача технологическая да ну тем не менее вот как бы заканчивалась да заканчивалась эта оболочка вот таким опорным кольцом ну или вообще можно сказать опорным периметром и собственно говоря все колонны вот оболочка опиралась на колонны через вот этот периметр да ну вот соответственно кольцо и вот радиус да как опиралась было было в этой в нижней части этой этого кольца вот такая закладная пластина металлическая естественно да которая вот так была замкерена в этом кольце ну или периметре запомним да и собственно говоря вверх колонны вверх колонны ну каждый колонн как он был устроен мы сейчас поговорим просто да то есть колонна вот так вот таким образом опиралась ну точнее говоря оболочка опиралась на век колонны под собственным весом ничего там другого нет по первоначальному замыслу проекта то есть колонна опиралась вернее оболочка опиралась на колонну просто вот под собственной тяжестью на такую площадку что собой представляла колонна верхний и нижний узел ну во-первых про саму колонну не могу не сказать надо сказать что мне приходится и приходилось и приходится зачастую выслушивать разные версии да причем не только в период расследования период экспертизы которая длилась 9 месяцев как я говорил когда мне приходилось проводить собеседование но это на официальном языке назывался допросом собеседование с очень большим количеством людей причастных к этим событиям там потерпевшим ну самых разных я думаю что больше сотни наберет набралось наверное и вот техническая часть вот этих людей которые с нами беседовала в том числе в основном те которые ну сами приходили и там просили да так сказать их показания включить в дело что называется да они почти все были уверены почти поголовно все да но это повторяю технари да это инженеры с опытом большом конструкторы значит ну которые имели какие-то отношения с авторами проекта да или наоборот находились с ним острой конкуренции например да они когда я задавал им вопрос а вы знаете как устроены были эти колонны да вот на которых опиралась эта оболочка вот почти все в один голос ну может быть за очень редким исключением тех кто непосредственно был причастен и знал как это было устроено говорили да мы знаем конечно что это были они говорили железобетонные колонны с металлической облицовкой да ну то есть вот вот эта часть колонны вот здесь вот она ее начальная часть что вот металлическая облицовка тут она видна да а внутри был залит бетон ну я задавал им такой наводящий вопрос а почему вы так думаете что так это было устроено они были ну как такая мощная тяжелая железобетонная оболочка да ну казалось бы ответная часть то есть опорная часть тоже должна быть вот такая железобетонная с укреплением металлической облицовки ну и надо сказать что с точки зрения каких-то таких здравых конструктивных понятий ну здравого смысла если угодно да в их словах была доля истины потому что наверное именно так это должно было бы быть устроено если бы ну как бы мы с вами были вот этими самыми конструкторами но мы не были конструкторами конструктор был вот известно да кто и оказалось ну это как бы было видно из проектных чертежей естественно это было подтверждено в натуре мы очень внимательно исследовали не то что все а каждую в отдельности колонну упавшую да как упавшую мы тоже посмотрим вот оказалось что нет ничего подобного колонны представляли собой пустотелые тонкостенные металлические стальные цилиндры то есть вот то что вы видите тут фрагмент ну как бы оборваны да сверху а это тонкостенная цилиндрическая металлическая оболочка длинная такая оболочка до форме стержня она получается да вот там где-то тоже десять с лишним метров как минимум да причем когда я говорю тонкостенные опять же это не фигура речи да что вот тонкостенные на самом деле там такой слой металла что ого-го мама не горю нет именно тонкостенная потому что при диаметре вот этой оболочки этой колонны да при диаметре около полуметра до 48 сколько 480 миллиметров да ее толщина по проекту составляла как вы думаете сколько вот тут есть мнение 10 миллиметров что конечно является тонкостенный уже да а я вам скажу что меньше 8 миллиметров да вот то есть вот такая тонкостенная оболочка и выражаясь языком современных гопников я бы сказал так что вся эта публика которая вот со мной говорила была в шоке да когда узнавал об этом вот они все говорили мы в шоке да как такое могло быть тем не менее это был проект да и надо сказать что и тогда и потом меня занимала эта мысль этот вопрос а почему же действительно вот эту оболочку эту колонну оставили вот такой тонкостенной до металлической тонкостенной при железобетонной куполе да значит надо сказать что как бы открытие если так можно выразиться до пришло довольно быстро к нам причем из разных источников из разных источников да один источников это такое коллективное профессиональное сообщество ну не секрет что мы много общаемся и общались тогда на разные темы ну и вот среди тех с кем мы общались были как ни странно авторы предыдущего варианта проекта он был предыдущий вариант проекта который прошел московскую экспертизу и а значит это было металлическое покрыть а не железобетонное да то есть это было такое традиционное покрытие до форма форма внешних контура оболочки его задают архитекторы да вот это внешний контур но это этот контур обеспечивался радиальными металлическими фермами с довольно большим подъемом даже как нижний верхний пояс ну и понятно что это было более легкая конструкция покрытия да более легкой конструкции покрытия естественно по другому деформировалась в том числе эта конструкция металлического покрытия. И вот этой конструкции покрытия, металлической конструкции покрытия, отвечали металлические же опоры. То есть металлические опорные колонны. То есть там было как бы все достаточно цивилизовано с точки зрения конструктивного и логично. Более того, эти колонны наверху имели шарнирные узлы. Ну как колонны и фермы. Фермы опирались на шарнирные узлы. То есть не передавали момента. То есть это не было просто опирание на закладные и опирание на собственном весе и трении, на которые был актуальный вариант проекта в результате. То есть этот ларчик открывался именно таким образом. Более того, потом, когда мы вызывали на этот самый допрос на собеседование экспертов московской государственной экспертизы, которая утвердила этот проект железобетонного покрытия, да. От них мы тоже узнали, что предыдущий вариант, вот который через них проходил где-то за год, ну или там за несколько около того, около года перед этим, да, этот вариант был именно с металлическим покрытием, да. Причем история как бы уже позволяет нам даже немножко углубиться в это, позволила. Там было даже в рамках этого металлического конструкции покрытия, да, было два варианта. Один вариант стальные фермы, другой вариант алюминиевые фермы, да, тут даже такие были, так сказать, градации. Тем не менее, в контексте экспертизы, там, выводов, так сказать, исследований, которые мы проводили, важно понимать, да, что это на момент, значит, выхода проекта, на момент пуска строительства и пуска эксплуатации, это были пустотелые металлические колонны, да, пустотелые. Такие тонкостенные, пустотелые колонны. Ну, тоже имеет смысл разобраться нам с вами, так, а что представляли себе верхние и нижние узлы, да, этой конструкции. Ну, вот здесь показан верхний узел, да. Верхний узел тоже был решен достаточно смело, ну, как мы уже говорили, да. То есть, вот здесь мы видим такой стержень металлический, да, да, ну, он называется блюмс, поперечного квадратного сечения 100 на 100 миллиметров, то есть 10 на 10 сантиметров, да. Собственно, этот блюмс с помощью вот таких ребер четырех жесткости был приварен к фланцу, да, фланец, который закрывает вот эту пустотелую часть колонны цилиндрической, да. И, собственно говоря, оболочка, да, оболочка покрытия железобетонная, она опиралась через вот эту закладную пластину вот на этот блюмс, видите, да, вот он. На, на, так сказать, две контактные поверхности были. Контактные, повторяю, да, контактная поверхность закладной пластины металлической, стальной, да, и контактная поверхность 10 на 10 этого блюмса. Вы спросите, а что, вот просто опиралось и все? Просто вот так они, так сказать, прилегали друг к другу? Нет. В процессе строительства монтажники высказали свои претензии к авторам проекта, но это я говорю со слов автора проекта, Нодар Вахтановича Кончили, мы с ним беседовали несколько раз на эту тему, как вы понимаете. Вот. И они попросили каким-то образом зафиксировать, дать возможность зафиксировать эту площадку, эту колонну, да. И по проекту, по измененному варианту проекта были предложены так называемые, ну, так называемые авторами проекта, конструкторами, да, прихватки, то есть периметральный сварной шов, да, который приваривал этот блюмс к закладной пластине катетом 16 миллиметров. Так было по проекту, да. И, собственно говоря, монтажники вот таким образом этот катет и осуществляли. Сколько у них там получилось в натуре? 16 миллиметров? Больше, меньше? Мы об этом тоже еще поговорим. Это важно в контексте, значит, схемы работы, в том числе расчетной схемы работы всего этого сооружения, ну, и стало быть, результатов, да, этой работы с точки зрения напряженно-деформированного состояния. Итак, мы видим, каким интересным, если не сказать, мучает сильнее, да, образом была устроена верхняя часть, да, этой колонны. То есть это, по сути, такой заточенный карандашик, да, на который опиралась, вот, опирались, значит, опиралась оболочка покрытия, да. Вот много-много таких карандашиков, да, вверху. А что было внизу? А внизу практически симметричная часть, как вы видите, да, то есть такое же устройство, тоже блюмс, тоже ребра приваренные, через ребра приварено это все к фланцу колонны. Но тут тоже смелое решение, да, потому что против того, что думали многие там, ну, как бы наблюдатели, назовем их так, вот эта колонна вообще никак не крепилась к закладной пластине основания, да, она просто вставала вот сюда, да, в такие паз между брусками четырьмя, вот это четыре бруска таких, да, вот они эти бруски, да, которые приварены фланговыми швами, и просто крепилась, просто вставала под собственным весом. То есть, иными словами, если кто-то, ну, какие-то условия, да, попытались бы вынуть эту колонну вот из этого паза, да, ничто им бы, ничто не помешало бы, да, потому что, повторяю, блюмс нижнего узла колонны никоим образом не был закреплен в этом пазе, да, он там держался просто на собственном весе и трении, да, и трении, более ни на чем. Итак, мы видим, что конструкторы применили, изобрели, я уж не знаю, значит, более чем такую оригинальную, если не сказать, смелую конструктивную схему, которая, как мы с вами, так сказать, уже понимаем из наших бесед предыдущих, должна была соответствующим образом быть расчетно обоснована в контексте требований по безопасности, по механической безопасности, неконструктивной безопасности, вот, ну и там, соответственно, защищена на всех экспертных уровнях. Как это было, было ли это так, мы еще посмотрим, да. Я, опять же, пролистывая несколько, ну, по крайней мере, месяцев нашей экспертной работы, да, не хочу вас погружать, ну, в том числе, в тот ужас, в который мы были погружены, да, потому что мы должны были многого в чем разбираться, да, и как бы и в проекте, и во взаимоотношениях между проектировщиками, строителями, монтажниками, эксплуатационщиками, и, значит, разумеется, разбираться с теми реальными, значит, да, артефактами, то есть, что осталось от колонн, от оболочки, да, как это проливает, и проливает ли это какой-то свет на то, как это было исполнено, и как это разрушилось, ну, то есть мы занимались очень многими вопросами, обрабатывали огромный массив, значит, да, информации, но, тем не менее, мы как бы сейчас рассказываем о некой квинтэссенции, да, этой экспертизы в контексте интересующих нас вопросов, итак, из чего мы исходили, ну, и если бы мы занялись таким же, такой же экспертизой сегодня, не дай бог, конечно, да, не хотел бы никому этого пожелать, вот, мы, собственно, исповедуем и сегодня этот подход, да, то есть первое, версии и сценарии, да, разрушения, ну, начального разрушения и там обрушения. Надо сказать, что в те времена, ну, вот, повторяю, было 13 лет, путаюсь, 16 лет тому назад, да, почти 16 лет тому назад, значит, в те времена не было уж такого четкого понимания, а что мы должны изначально рассматривать, ну, и анализировать, соответственно, исследовать в рамках экспертизы вот эти самые версии сценария разрушения. Более того, как бы в самом начале, буквально сразу после обрушения, в течение полутора-двух месяцев действовала московская комиссия, да, которая была организована правительством Москвы, ну, естественно, Юрий Михайлович Лужков тогда был мэром, да, вот она была организована с тем, чтобы провести именно такое московское расследование, не судебное, да. Московское расследование, что же там произошло? Оно происходило, повторяю, очень быстро, очень оперативно. Исходя из этого, те эксперты, были такие независимые три экспертные группы, которые занимались расчетными исследованиями, независимые три группы, в трех институтах московских, не буду их называть, просто за неимением времени. Вот они в течение там полутора, максимум полутора месяцев, вот пытались с помощью расчетных исследований обосновать и как-то вычленить, да, те гипотезы, те причины, которые, на их взгляд, действительно могли послужить исходными, да, основными причинами обрушения. Всего лишь полтора месяца, да, всего лишь полтора месяца, достаточно такими локальными небольшими группами исследований они это делали. И да, действительно, они вынуждены были, значит, исследовать очень ограниченный круг вот этих самых версий сценария. Очень ограниченный круг. Ну, как говорится, не стреляйте пианиста, он играет как может, да, то есть они были поставлены в таких условиях. Вот, мы, конечно же, не то, что были кем-то поставлены, но сами себе поставили в другое условие. Мы посчитали, что ни одна из возможных, да, версии сценария не должна пройти мимо нашего внимания, да, то есть мы не можем отбояриваться такими соображениями, что у нас на это не хватило времени, что у нас не было специалистов для этого, ну и так далее и тому подобное, да. То есть любая версия сценария, которая была озвучена сколько-нибудь внятно, да, и акцентирована в профессиональном сообществе, в медиапространстве, да, даже в каком-то общественном обиходе, она не должна была остаться без нашего внимания и без обоснования, либо опровержения, да, значит, вот этих версий. Как это было на самом деле, мы еще посмотрим, да, я сейчас не хочу сбегать вперед. Итак, основной принцип, да, что ничто не забыто и никто не забыто. То есть любая версия, да, повторяю, которая, ну, в принципе, да, в принципе могла быть реализована, да, не должна была пройти мимо нашего внимания, мимо внимания судебно-строительной технической экспертизы. Соответственно, значит, уже под эти версии, под эти сценарии, да, помимо проектного там какого-то состояния, да, мы должны были разрабатывать, верифицировать, апробировать, ну, и, собственно, использовать в целях экспертных исследований те самые расчетные модели, да, самые расчетные модели, в рамках которых мы, собственно, и могли и должны были давать ответ на вопрос, реализуется ли эта версия сценария, либо она является невозможной, ну, или, скажем так, мало-маловероятной. Итак, расчетные модели, да, то есть расчетные модели не сами по себе, да, помните, мы говорили о том, что есть расчетные модели, которые отвечают за безопасность на разных стадиях жизненного цикла, да, одно дело расчетные модели, помните, мы говорили, да, на стадии проектирования, другое, математическая расчетная модель на стадии строительства, на стадии ях, я бы даже сказал строительство. Третье – расчетные модели стадии эксплуатации, то есть фактическое состояние. В прошлый раз мы говорили о мониторинге, о математических расчетных моделях в основе и составе систем мониторинга зданий и сооружений на стадиях строительства и эксплуатации. Тут мы должны использовать фактические данные, уже не только проектные и не столько проектные, сколько фактические, которые дают нам ответ на то, насколько наши здания находятся в состоянии опасном или безопасном по современным, в том числе нормативным, критериям его зрения. Итак, расчетные модели. Опять же, мы об этом говорили с вами на предыдущих лекциях. Здесь я из этой песни этого слова не выкинул. Это методология построения и верификации расчетных моделей. Мы с вами говорили, что это отдельная тема. Она очень важна. Естественно, она имеет общие корни и общие особенности для моделей на всех стадиях жизненного цикла. Но для стадий таких, для стадий экспертизы, конечно же, мы тут должны иметь еще в виду и специфику. Давайте посмотрим очень кратенько, насколько нам позволяет формат наших лекций. Повторяю, можно обратиться к более такому пространному обоснованию в наших лекциях. Может быть, я говорил, а может быть и нет, что в основном по моей вине, я сдерживающий здесь фактор, мы планировали в конце этого года издать книжку очередную нашу, посвященную ровно этой теме. То есть экспертизе, причина обрушения Трансфальт-парка. Ну, естественно, с историей и с выводами. Повторяю, время на это, к сожалению, не очень хватает. Мы, как вы знаете, находимся в таком очень сильном, практическом поле реального сектора экономики. То есть через нас проходит много работы. А для того, чтобы писать такие книжки, ну, может быть, со временем вы меня поймете, нужно как-то так уединиться, обособиться, начать размышлять о вечном, а не только о конкретике сей-минутной. Вот сейчас на это время не очень есть. Но, тем не менее, я обещал сам себе, наверное, и как бы то, что я говорю здесь, это вам подстегнет меня тоже еще, с тем, что эта книжка в ближайшее время должна все-таки быть закончена, но впоследствии и издана. Ну, вот надеюсь, что там будет такое существенно более полное изложение, чем я могу позволить себе на таких лекциях. Итак, мы сейчас говорим о версиях и сценариях, помните. Вот здесь перечислены группы, основные группы. Даже вот не одна версия, не один сценарий, а вот группы, версии и сценарии. Ну, здесь как бы для этого сооружения вроде бы они были, ну, если не самые очевидные, то, по крайней мере, не очень сложно читаемые. Мы их тут разделили на несколько таких больших групп, в каждой из которых, естественно, были подгруппы и уже конкретные версии сценария. Ну, первая такая группа – это влияние, как бы, нагрузок чрезмерных статических и динамических на опорные металлические конструкции покрытия. Те самые колонны и связи, да, колонны. Ну, то есть, другими словами, мы тут исследовали те версии, да, которые, ну, вот, как бы идут от того, что эти колонны, эти связи, ну, или вся эта система находилась в таком состоянии, что по тем или иным критериям, да, безопасности, это может быть критерия прочности, критерия устойчивости, значит, например, да, какая-то из этих конструкций, да, потеряла, да, вот этот по критерию безопасность несущая способность, ну, а дальше, так сказать, потянуло за собой все остальное, да, ну, понятно, какая-то колонна, например, да, или какой-то узел колонны вышел из строя, да, и, например, та оболочка, которая опиралась на вот этот ряд колонн с шагом, как вы помните, 12 метров, стала в этой зоне опираться на колонны с шагом, с пролетом 24 метра, например, да, ну, понятно, что, значит, как бы мягко скажем, ничего хорошего в этом нет, а грубо выражаясь, оболочка, конечно, не могла выдержать, ну, я говорю об этом задним числом, но, тем не менее, расчеты это показывали, оболочка не могла выдержать, да, и не могла работать вот в условиях 24-метрового пролета. Кстати говоря, это признавали, это, это, об этом говорили не только мы, это признавали авторы проекта, да, что если одной из колонн не будет, то оболочка, значит, обречена на разрушение, ну, и последующее обрушение. Итак, это первая группа, да, то есть мы исследовали возможность, ну, происхождение, возникновение каких-то механизмов, да, со стороны опор, колонн или связи, да, которая могла привести вот к такому нехорошему сценарию, да, к хорошему сценарию. Вторая группа, пока такая сепаратная, выделенная, не связанная с первой, да, вторая группа, это недопустимое напряженно-деформированное состояние, опять же, конечно, по критериям нашей механической безопасности, да, то есть самые оболочки покрытия, да, ребрости железобетонные, оболочки покрытия, да, ну, мы с вами видели, еще раз повторю это, мы с вами видели, что оболочка тонкостенная, большепролетная, да, значит, в зоне, в значительной зоне, имеет кривизну близкой к нулю, а что значит кривизна близкая к нулю для оболочки, это значит, тонкостенная оболочка, значит, что там будут изгибные деформации, да, то есть большие прогибы, или следствие, так сказать, изгибной деформации, стало быть, зона растяжения будет, да, оболочки, а что такое растяжение для железобетона, мы с вами уже знаем, да, это образование трещин, ну, как минимум, да, вот, а может быть, еще похуже, так, потеря устойчивости, возможно, да, имея в виду тонкостенность, да, то есть геометрическую нелинейность этой работы, то есть это вот такая нехорошая вещь, да, секундочку, Яша, сейчас лекция, я тебе похуже перезвоню, вот, итак, оболочка, да, то есть оболочка тоже представляла такое собой достаточно смелое в конструктивном смысле решение, в смысле конструктивного, материалов используемых, ну, и, конечно, она не могла уйти из сферы нашего, внимания с точки зрения возможности реализации тех или иных версий и сценария, значит, ну, первоначальных разрушений, ну, и последующего обрушения. Третья группа, это система основания, грунтовое основание, железобетонный каркас, ну, и, как бы, конструкция покрытия. Почему так я об этом говорю? Потому что ни в период проектирования, ни в период, так сказать, вот, экспертизы московской, да, никто не рассматривал влияние, как бы, податливости, да, податливости основания грунтового и того железобетонного каркаса, на котором, собственно, стоят эти колонны, да, стоят эти колонны. То есть считалось, что колонны стоят на абсолютно жестком основании. Ну, мы-то с вами, да и технический регламент, да, 384 ФСЗ говорит, что мы должны учитывать взаимодействие с основанием, правда? Вот. То есть на самом деле эта конструкция, колонны с покрытием, стояли на податливом основании. Насколько велика была эта податливость? Достаточно ли это была она велика для того, чтобы оказывать значимое влияние на напряженно-деформированное состояние конструкции покрытия? Это отдельная тема. Вот это тема как раз наших экспортных исследований, в том числе в рамках рассмотрения гипотез о серьезном или даже преимущественном влиянии вот этой системы, да. Ну, почему еще, ну, не в первую, конечно, очередь, но почему еще мы, значит, это смотрели? Повторяю, до нас никто это не смотрел. Ну, если мы посмотрим на вот тут красным цветом, да, выделена зона обрушения, да, видите, да, мы видим тут некую асимметрию, да, ну, так, понятно, что не только в этом причина может быть, но тем не менее, конструкция, так сказать, симметричная, мы видим конструкцию покрытия относительно бисектральной плоскости 52,5 градуса, то есть угол раствора 105, половина 52. То есть, ну, вот казалось бы, что если бы все было симметрично и эта конструкция стояла бы на жестком абсолютно основании, то она, наверное, обрушиться должна была бы, ну, симметрично, да, то есть как бы вся, ну, или как-то симметрично относительно вот этой бисектральной вертикальной плоскости. Мы видим, что этого не произошло, ну, по ряду причин, да, но в том числе, может быть, по причине податливости основания, на которой крепилась, опиралась эта конструкция, да, ну, например, то, что вот здесь она была более податливая, чем вот в этой зоне, например, как вариант, да. Итак, все, что касается грунтового основания, все, что касается железобетонных конструкций каркаса, на которые опиралась конструкция покрытия, да, вот нашли отражение с точки зрения потенциальных источников, да, разрушения и версии разрушения и последующего обрушения, да, вот в этой группе сценариев. Ну, разумеется, мы не могли и не должны были пройти мимо возможности какого-то комбинирования, да, вот этих трех групп, да, что они не каждый, каждая по семье, отдельно конструкции опорные, да, отдельно оболочка, отдельно грунтовое основание железобетонных каркасов. Взаимное их влияние возможно? Ну, конечно, это единая система, да, первая, вторая, третья, и как она, так сказать, жила, как единая система, и не явилась ли она тоже источником возможных, так сказать, разрушений, инициирующих, да, прогрессирующие обрушения последующие. Вот это тоже было предметом, значит, нашего рассмотрения. Теперь давайте посмотрим, коль скоро мы имеем дело с объектом обрушенным, да, и как бы экспертизой объекта, который вот потерпел такую аварию, катастрофическую, да, с большим количеством человеческих жертв, как я повторяю, да, посмотрим, что собой представляла эта конструкция после обрушения, да, ну, основные ее такие фрагменты и несущие конструкции. Ну, вот на этом слайде, на этом слайде мы видим то самое опорное кольцо, да, вот это периметральное, вы видите его, да, ну, кстати, тут видно вот такое мощное армирование, помните, я вам говорил, что оно было такое сверхармировано или переармировано, видите, это такие мощные, мощные жгуты, пруты, арматуры, ну, вот между которых, значит, утрамбовали бетон, да, что такое восьмерка, вы спросите, это уже после обрушения маркировалась колонна, да, вот здесь было, так сказать, снизу этой оболочки, вот снизу этого опорного кольца была та самая закладная пластина анкерованная, да, на которой опиралась вот эта самая восьмая от угла, да, восьмая от угла колонна, повторяю, колонны, которые шли с шагом 12 метров, да, ну, вот что еще тут интересно, значит, с экспертной точки зрения посмотреть, ну, вот видно, да, что здесь оглена арматура, не просто такая оглена, потому что здесь идет такая субрадиальная трещина, да, вот магистральная, видите, вот такая, с потерей устойчивости даже арматуры, да, вопрос, когда эта трещина образовалась, да, до падения, при падении, после падения остается открытым пока, ну, на данной стадии нашей лекции, да, остается этот вопрос открытым, вот, но не заметить, не зафиксировать этого не могли ни мы, ни другие, так сказать, не натурщики, разумеется, да, это все было тоже очень четко зафиксировано, и несколько ракурсов этой трещины, вот здесь вы сейчас видите, вот еще один ракурс этой трещины, подтверждающий мои слова насчет ее субмагистрального такого характера, да, радиального, то есть вот она идет так по радиусу почти, да, суб, это означает не от слова суб, а от слова суб, то есть почти радиальное, да, суб радиальный, да, так же, как субтропики, это почти тропики или там подтропики, да, ну еще один ракурс до этой же зоны с другой стороны теперь переходим опять же к натуре потому как упали как упали колонны вот те самые те самые колонны но вот тут показана такая колонна в единственном числе она единственная таким образом была деформирована видите с перегибом таким почти под 90 градусов это вот та самая металлическая колонна но вот эти прутки не должны вас смущать это прутки которые с помощью которых на эту колонну наносилось анти пожарное огнестойкое покрытие да ну это по сути такой ненесущие такое гипсоподобный материал да вот он здесь видите кусок увидим он ненесущий то есть это практически ну него-то конечно да но с очень низкой несущей способности еще несколько видов этой же колонны видите это с тем более близко тут хорошо видно как происходит такая складка да ну и хорошо видно что она пустотелая да если она не была пустотелой внутри был бетон черт из 2 бы она вот так согнулась до этот металл конечно же нет то есть пустотелая ну еще более близкого расстояния то же самое но в отличие от этого все другие колонны повторяю все другие колонны по внешнему периметру вот легли вот таким образом как оловянные солдатики да то есть просто без перегиба сохранив свою прямолинейную по сути форму да легли на парапет это снимок с внешней стороны и кстати здесь хорошо видны вот эти распорки ну или мостики да это не просто пешеходные мостики для обслуживания между колоннами это их функциональное предназначение это силовые конструкции да то есть эта конструкция конструкции опорной части покрытия которые серьезным образом мы это посмотрим дальнейшем включены в работы всей опорной части да ну вот вы видите этот мостик а вот тут этот мостик видите после падения опять же непонятно после падения до падения он потерял устойчивость да частично вот видно такая волнообразная да форма ну я уже говорил и могу повторить что мы работали в тесной очень тесной взаимосвязи с натурщиками с экспериментаторами более того не то что они нам смотрели в рот но всякий раз когда в этом была необходимость мы ставили перед ними задачу привлекали значит соответствующие передовые группы не только вот наших друзей да по камской гэс но и так сказать других когда это было необходимо привлекали и ставили перед ним задачу что собственно мы хотели бы чтобы они в натурном смысле в экспериментальном смысле поисследовали да ну с теми образцами с теми конструкциями которые уцелели да и которые которые а точнее говоря механизм разрушения которых позволил и по или помог нам дать ключ к пониманию работы конструкции да это вот я к тому говорю ребята что очень часто нас расчетчиков да подозревают особенно некоторые экспериментаторы как правило это очень недалекие люди прямо скажу в том что мы вот такие высокомерные что мы говорим что математическое моделирование превыше всего а больше нам никто не нужен так сказать что мы самодостаточны да в тех случаях когда и если наш наш методология нас от наш аппарат математический программный достиг такого уровня что мы можем работать самостоятельно да но мы стоим на плечах наших предшественников и расчетчиков и экспериментаторов да в том числе великих фигур о которых мы говорили да тогда мы занимаемся это чисто математически да вот с помощью вот тех средств но если когда мы приходим к реальным объектам к их фактическому состоянию тем более к выяснению вот таких сложных явлений мы сами да инициируем вот такие контакты и работу с экспериментаторами с натурщиками и их вклад абсолютно искать не оценим звездна то есть его трудно переоценить вот поэтому не слушайте этих разговоров что такие высокомерные там математики расчетчики данник да нет но просто мы понимаем и говорим тем же экспериментатором что ваши эксперименты да если они не будут дальнейшем теоретически обоснованы да если они не легнут не лягут вас но внекие теории никаких методов да ну и тех же алгоритмов и программ то эксперименты эти даром не нужны эксперименты должны быть с мозгами это важно Вот я вам привожу пример здесь таких экспериментов натурных с мозгами, которые провела ведущая металлографическая лаборатория НИИ Баргина, но это ведущий советский, теперь российский институт по металлургическим всяким сплавам, в том числе по их свойствам и сплавам, и сварным соединениям и прочее. Вот мы как раз поставили перед ними задачу, вот у нас было несколько колонн, ну по сути все колонны, но мы как бы их так селектировали таким образом, чтобы они представляли репрезентативно, показывали нам основные виды разрушения этих колонн. Ну вот та часть колонн, которая как раз находилась в зоне этой магистральной трещины, на которой мы как раз обращали основное внимание, не безосновательно, они разрушились там двумя основными способами. Причем те колонны, которые были ближе всего к этой магистральной трещины, разрушились совершенно неожиданным способом. То есть они разрушились, или вернее потеряли контакт с оболочкой вовсе не по зоне контакта Блюмса и закладной пластины. Ну помните, что авторы проекта считали, что это просто шарнир и просто там опирание, ну и такая прихватка, как они считали, сварная прихватка. А разрушение произошло вовсе не там, она 10 сантиметров ниже, в зоне вот как раз этого концентратора, то есть там, где начинаются вот эти ребра жесткости. Вот вы видите, это вот как бы материнский металл, это не сварное соединение, это не зона, там все очень хорошо отшлифовано, там где контакт происходил, контакт Блюмса и опорной пластины. Там все очень хорошо было, так сказать, а шлифовно. А это вот такой, видите, такая зернистая структура, это трещина, это раскрывшаяся трещина по основному металлу на 10-15 сантиметров ниже зоны опирания. Когда авторы проекта это увидели, они не могли поверить. Ну понятно, это корни противоречило их концепции, их воззрениям, их расчетным моделям и предпосылкам. Тем не менее, это так. И мы попросили, мы попросили ведущих российских металлографов под руководством профессора Филиппова разобраться, каков механизм этого разрушения, образования и развития вот этих трещин. Повторяю, в металле, в металле Блюмса. Вот что у них получилось. Вот результаты их исследований. Значит, оказалось, кстати говоря, вы видите, каким образом это коррелировало с нашими дальнейшими результатами. Оказалось, что действительно, начиная с внешней поверхности Блюмса, внешняя, которая обращена в сторону леса, не в сторону аквапарка, внутренние помещения, а в сторону леса. Начиная с этой внешней поверхности, зародилась и начала распространяться вот таким образом, таким вот субрадиальным тоже образом, трещина. Да, да. Именно в этой зоне, вот в этой зоне, да. Ну вот эта зона здесь показана, да. Вот это ребро. Но это не наша картинка, не наш рисунок. Это экспериментаторы так рисуют, да. Вы же понимаете, что я бы нарисовал красивее намного, да. Это как бы их результат. И это хорошо, да. То есть как бы на все обвинения, что мы тут что-то такое смотрели через плечо или подталкивали их там в локоть, да. Мы отвечаем, ну эта картинка-то ясно не наша, да. И это тоже, да. Это чисто эксперимент, эксперимент, да. Так вот, значит, оказалось, что да, действительно, это такое как бы усталостное циклическое повреждение, трещина, которая в результате накопления циклических повреждений росла, росла, росла. В какой момент она росла, до какого, до обрушения, после обрушения, тем отдельно, да, когда она раскрылась, да. Но раскрылась она вот таким образом. А начальный рост происходил вот здесь, да. То есть как бы до обрушения. То есть вы видите, как эксперимент, правильно поставленный, да, правильно с точки зрения постановки задачи, да, эксперимента, сильно продвигает нас, или может продвинуть нас к пониманию как бы неких возможных механизмов разрушения и последующего обрушения. Очень коротенько, да, тем более это не тема нашей сегодня лекции. Очень коротенько покажу вам, в какой форме мы представляли, да, вот эти версии, сценарии и расчетные модели, которые мы отвечаем, да. Ну, вы видите, какие версии, какие сценарии, какие факторы, которые мы должны были бы учесть. Вопрос, откуда мы берем количественные показатели этих факторов, да. И какие расчетные модели, в конце концов, ну, еще одна графа, как вы понимаете, это программные комплексы, которые эти расчетные модели должны реализовать. Мы с вами уже прекрасно понимаем, да, что не все программные комплексы, как бы, могут скушать, да, так сказать, или, так сказать, позволить выполнить расчет в той постановке, которая нам необходима, с учетом тех факторов, да, которые важны для той или иной версии сценария, да, разрушения. И последующего обрушения. Поэтому вот это такая, как бы, ну, такая полотно с таблицами, с таблицей, которые вот эти версии, сценарии, факторы, расчетные модели и программные комплексы были расписаны, ну, и позволили нам, как бы, систематизировать, да, классифицировать самим все эти наши предпосылки. И в дальнейшем, когда мы дополняли, мы это покажем, как, когда мы дополняли эти версии, сценарии, факторы, модели и программные комплексы, ну, они хорошо ложились вот в такое полотно, да. Ну, здесь вот показаны как раз некоторые из них. На этом останавливаться не буду, да. Методология построения верификации расчетной модели. Очень коротенько, да, очень коротенько. Ну, понятно, что для того, чтобы строить и, как бы, использовать, более того, в экспертных исследованиях расчетные модели, ну, и потом реализовать их в технических программных комплексах, мы этим моделям должны доверять, да. Потому что если мы получим по неправильной, неверной модели какой-то результат, ну, понятно, что этот результат, скорее всего, тоже будет неправильным, да. Мы на его основании должны выводы делать серьезные, серьезные, далеко идущие, да, затрагивающие интересы, а может быть, там и судьбу, там, многих людей, да. Вот, поэтому этому уделялось очень большое внимание. Хотя, с точки зрения нашей, такой профессиональной, тут не было ничего нового, да. То есть, как бы, да, модели должны, значит, быть верифицированы, конечно же. На чем они должны быть верифицированы? На представительном множестве верификационных задач. Ну, тут вроде бы для нас ничего нового сегодня нету, когда мы проводим, например, верификацию программных комплексов, да, ну, или валидацию тех или иных моделей расчетных, да, ну, вроде бы мы, как бы, бьемся в открытую дверь. Тогда не так это все было очевидно 16 лет назад, да, не так, как сейчас. Итак, мы должны были, значит, вот всеми известными нам методами, значит, верификации, да, и апробации расчетных моделей доказать, что эти модели имеют право не просто на жизнь, а быть базовыми моделями при, значит, экспертизе причин обрушения, да. Ну, вот здесь показаны некоторые, да, из тех критериев, которыми эти модели должны отличать. Ну, для того, чтобы этот критерий удовлетворить, мы должны были провести, естественно, предварительную большую серию таких верификационных задач для каждой из расчетной моделей, да, в зависимости от того, на что та или иная модель претендовала. Ну, и, так сказать, доказать, значит, что эта модель имеет право на жизнь, то есть удовлетворяет этим самым критериям, которые мы выдвигаем при построении и верификации этих расчетных моделей. Ну, здесь, повторяю, вы можете, так сказать, посмотрев на слайды во время лекции, там, да, которые опубликованы, возможно, и эта лекция будет тоже выложена, но более внимательно на это посмотреть, да. Ну, идем дальше, идем дальше. Методики и модели для расчетного анализа версии разрушения, да. Мы тут переходим ко второй части уже нашей лекции. У нас еще с вами есть 15 минут, мы немножко пробежимся, да, уже по этой второй части. Я боюсь или, наоборот, радуюсь, надеюсь, что мы сегодня не закончим с вами вот эту тему, да, на этой лекции, тему Трансвальпарк как зеркало, да, так сказать, экспертиз современного подхода к экспертизе причина обрушения, ну и, соответственно, урок, урок на будущее, да, что мы делать должны, а чего ни в коем случае делать не должны, да. Ну, то есть, те уроки, которые мы извлекли из этой экспертизы. Итак, следующий раздел методикой модели, да, для расчетного анализа. Ну, здесь, опять же, численные методики расчета статического динамического НДС пространственных комбинированных систем, ну, вроде ничего нового, да, то есть, понятно, что сегодня именно такого рода систему мы строим, так. Так, моделирование для систем грунтовое основание сооружений, вспоминаем группу версий, да, сценариев, где у нас вовлечено, да, в общую работу основания железобетонный каркас, ну и сама конструкция покрытия, да. Чистное моделирование, внимание, это все делалось в 13-м году, в 13-м году, да, задолго до выхода технического регламента 2009 года, там, 384 ФЗ, задолго до выхода новых вот этих ГОСТов, СП, где это вроде бы так в проброс легко говорится, да. Смотрите, численное моделирование с учетом физической, геометрической, добавлю от себя и конструктивной, да, увидим впоследствии, где она была учтена, нелинейности. То есть вот эти виды нелинейности при экспертизе, особенно вот обрушив создание, учитывать абсолютно необходимо, да, потому что если мы не будем смотреть этап как бы развитых деформаций, когда проявляются вот эти факторы, то мы, собственно, не оценим, так сказать, не решим основные экспертные задачи, да. То есть именно вот здесь, на стадиях, ну как бы предобрушения, там, разрушения, эти факторы могут значимо сказываться. Каким образом конкретно в Трансвальпарке, мы посмотрим, разумеется, да. Но вот такую задачу мы поставили с самого начала, да, что обязательно с учетом всех этих видов нелинейности, ну там, где они происходят. Вы спросите, а московская экспертиза, эксперты за полтора месяца успели вот эти факторы учесть? Нет, конечно, да. А помните, мы предупреждали, ну и ФЗ, в техническом регламенте это прописано, да, что не учет этих факторов, там, где они реально проявляются, это, ну, в общем, в каком-то смысле преступление, да. Ну, то есть если мы должны их учесть, а не учитываем, да. Вот, насколько оно должностное или там уголовное, ну, вот, видите, здесь переросло в уголовное. Да, кстати, вы можете спросить, а авторы проекта, ну, сами авторы проекта, учитывали какие-то виды нелинейности? Ответ краткий, нет, никакой вид из нелинейности они не учитывали. Они очень торопились, спросите вы, да, у них были очень краткие сроки проектирования, да. Да, но незнание закона или там какие-то обстоятельства, которые препятствуют вам исполнению закона, да, не освобождают вас от ответственности, да, тем не менее. Вот, должны это запомнить вы не только в отношении, как бы, наших, так сказать, вот этих вопросов безопасности здания и сооружения, но и всей вашей жизни. Дальше, после нелинейности. Прочность элементов конструкции. Да, действительно, мы, как бы, подозревали, и небезосновательно, да, что вот это самое обрушение могло начаться с потери прочности, да, или устойчивости каких-то отдельных конструктивных элементов, да. И мы должны были их оценить, вот эти по критериям, действовавшим тогда критериям нормативным в том числе. Не только нормативным, конечно, но и нормативным в том числе. Вот это первая половина лекции. Ну, или там, как мы их там называем. Переходим ко второй. Так, переход получился быстрый и безболезненный. Это хорошо. Вы меня слышите по-прежнему неплохо, да? Да. Отлично. Как я рад. Итак, это вот то, чем мы заканчивали предыдущую часть. Перейдем дальше. Программные комплексы. Ну, мы об этом уже, как бы, вскользь, как заключительная фаза, да, то есть понимаем, да, версии, сценарии, факторы, расчетные модели, и только потом. Внимание, программные комплексы. Хочу сказать, что я не случайно в такой последовательности это выстроил. Более того, настаиваю и обучаю наших студентов, магистрантов, аспирантов, вас в том числе, тому, что именно в такой последовательности и надо выстраивать все. То есть программные комплексы – это не то, что, типа, дано от Бога, или то, что у вас есть под рукой, чем вы овладели, и поэтому вы пользуетесь этим. Вот такого рода объяснения при расчетном обосновании безопасности зданий и сооружений на любом этапе жизненного цифра, включая вот экспертизу, например, да, быть не может и не должно, да? То есть вы сначала должны включить мозги профессионала. Сначала. Вот нет никакой программы, да? Вы одни на этом свете вообще, одни. Вы – объект и задача, так? И вы должны понять, что это за объект, в какой жизни он живет, какие задачи вы хотите решить в обосновании безопасности, да? Какие математические модели, да, вы хотите тут применить, с учетом каких факторов, да? Какие численные методы, предположим, вы хотите или должны использовать, с учетом мозговой извилины, повторяю, да? И уже только после всего этого, только после всего этого анализа, вы говорите, ага, я хочу так, так, так и так, и теперь я смотрю арсенал программных средств, который либо мне доступен, ну, либо может быть доступен, да, если очень мне нужен. И вот из этого арсенала я выбираю те или то, или, может быть, даже разрабатываю какое-то программное средство, если настолько уникальный объект или явление, да, который отвечает вот этим всем вопросам, да? Были ли в моей практике примеры, когда было по-другому, ну, не с нами, с теми, кого мы экспертировали на разных стадиях? Очень часто, очень часто, очень часто, например, мы подключались к такой работе, ну, нас подключали, да, когда авторы проекта, ну, и расчетчики не справлялись с объектом, да, то есть они вот выходили в экспертизу и не могли ответить на вопросы, да, ну, например, я привожу примеры вполне конкретные, например, это довольно много такого было добра перед Олимпиадой в Сочи, да, то есть по тем объектам, которые нужно было сдавать, делать быстро, а как бы у проектировщиков, у расчетчиков не получалось, да. Какие слышал я объяснения зачастую? Ну, вот мы получали какие-то их чертежи, конструкции, ну, они не всегда были плохие, конструкции были зачастую неплохими, но мы видели расчетные модели, да, и я крайне удивлялся, я говорю, ребят, подождите, у вас, значит, сооружение такое вот сложно сочиненное, да, на одной фундаментной плите в сейсмоактивной зоне, разрезано деформационными швами, значит, по надфундаментным конструкциям, потом соединена к какой-то конструкции покрытия, а почему же вы расчетную модель в Лире построили, как будто у вас фундаментная плита разрезана на вот эти куски, да, то есть не только деформационный шов надфундаментный, но и в фундаменте деформационный швов. Ответ был вот такой, а мы вот в Лире считали, а у нас возможности не было в одну модель это все соединить, да. Понимаете, да, какой аргумент или контраргумент? То есть, конечно, таких аргументов быть не должно, потому что это свидетельствует о профессиональной несостоятельности расчетчика. То есть, если вы не можете что-то посчитать по той расчетной модели, которая отвечает конструктивному решению, не беритесь за это, да. Найдите кого-то, или, может быть, их нету здесь даже, да. Ну, попробуйте поискать кого-то, кто составит расчетную модель, отвечающую вашему конструктивному решению, да, на том этапе жизненного цикла, в котором вы занимаетесь, обоснованием безопасности, который вы обеспечиваете. Вот, обращаю ваше внимание на это очень. Еще раз. Итак, программные комплексы, которые использовались там, вы видите, наверное, не без удивления, что использовалось пять, внимание, пять программных комплексов, да, пять. Вы спросите, а почему так много? Тем более, что тогда, это правда, практически все уникальные, в том числе, конструкции и сооружения считались, каждое сооружение считалось по одному программному комплексу, да. Ну, кто-то мог себя проверить, там какие-то фрагменты, но в экспертизу несли расчеты по одному программному комплексу. Не было исключением и Трансвальд Парк. Так, программный комплекс, по которому считался Трансвальд Парк, это Лира была. Лира тогда версия была типа 9.0. И тут же содержится ответ, почему мы использовали Лиру, да. Ну, потому что проектирование, обоснование проекта проводилось по Лире, да. И мы должны были повторить, по крайней мере, проектные варианты, проектные расчеты. Тем более, что авторы проекта, когда мы пришли к ним и попросили модель расчетную, расчетные Лировские модели, немножко потупив глаза и выставив вперед своих адвокатов. Адвокаты нам это сказали, что компьютер, на котором были модели, сгорел, а вместе с этим компьютером сгорели и все модели, да. Понятно, да. Ну, понятно, отмазка такая на уровне детского сада. Тем не менее, значит, модели у нас Лировской не было. Мы должны были ее строить по новой, с тем, чтобы понять, а что, собственно, построили, и что, собственно, насчитали в своих проектных предположениях конструкторы. Итак, Лира. Второе программный комплекс, СКАД. Ну, вы скажете и будете правы, но СКАД растет из того же корня, что и Лира. Да, действительно, в свое время это был единый программный комплекс, Лира. Где-то там в 90-х годах они, СКАД отпочковался, да. Но он уже к тому времени довольно долго существовал самостоятельно. Более того, так же, как и в Лире, руководство СКАДа – это наши хорошие друзья, товарищи. Такие и творческие, и не только. Вот. И объяснением это было то, что Анатолий Викторович Перельмутера, о котором вы уже наслышаны от меня, да, то есть идейный вдохновитель и руководитель СКАДа, да, ну и автор вот этих бестселлеров технических, да, о которых я тоже обращал ваше внимание, он как бы попросил нас, мы, естественно, эту просьбу удовлетворили с большим удовольствием, да, поучаствовать с помощью своей команды СКАДовской и в СКАДе, собственно, программном комплексе СКАД, в оценке устойчивости железобетонной оболочки. Помните, одну из наших версий, да, одну из групп, да, одну из групп версии сценария обрушения, в том числе связанную с возможностью потери устойчивости железобетонной оболочки тонкостенной. Естественно, мы такую возможность Анатолию Викторовичу и его команде предоставили, разумеется. Итак, СКАД. Третий программный комплекс – СКАД. Ну, это наш программный комплекс. Понятно, было бы странно, если бы мы его не использовали в рамках этой экспертизы. И как бы обоснование этому особо даже проводить не нужно, да. Этот программный комплекс наш родной. Мы там все его кишки, так сказать, внутренности знаем. В случае необходимости можем что-то подкрутить, в хорошем смысле этого слова, да, или открутить. И, собственно говоря, мы этим тоже занимались в рамках экспертизы, да, так сказать, при исследовании тех или иных процессов. Ну, кстати, посмотрим это тоже, где там стадио был отмечен, да, и, так сказать, где он нам был необходим. Итак, стадио. Ну, еще и потому, что стадио, конечно, превосходил и Лиру, и СКАД тогда в области размерности задач вычислительной и таких вопросов, как, например, динамика. А динамика здесь тоже играла роль. Ну, какую мы тоже это посмотрим. Далее. Два вычислительных комплекса, о которых я уже тоже говорил в другом контексте. Тогда на российском строительном рынке они были, ну, почти в новинку, почти. У них было очень ограниченное количество пользователей. Мы были такими, как бы, научным авангардом этих пользователей, научным авангардом и Ансиса и Абакуса. Кстати говоря, очередная 16-я конференция пользователей Ансиса прошла на прошлой неделе. И ваш покорный слуга выступал там с пленарным докладом, который носил такое довольно амбициозное название. Ансис. 20 лет в наукоемком сегменте российского строительства. Объекты и задачи. Достижения и проблемы. Опять же, этот доклад выложен на нашем сайте. На сайте Нитстадио. Ну, я имею в виду в ютубовском канале. Легко там на него зайти. Обращаю ваше внимание, не в смысле саморекламы. Там много интересных объектов. Ну, и некий взгляд. И много интересных вопросов, которые потом задавали. Это был довольно объемный доклад на пленарной сессии этой конференции с большим представительством. Там строителей было не очень много. В основном машиностроители и представители других секторов. Но вот при таком большом стечении народа, там больше ста человек было, я полагаю, этот доклад был прочитан. Рекомендую. Да, рекомендую. Посмотрите. Он в неплохом качестве, хотя в режиме такого реалити сделано. Там местами кадры прыгают, звук прерывается, но все понять можно. Итак, вычислительный комплекс NC-Собакус. Почему их? Ну, потому что уже тогда было понятно. И это понимание подтвердилось в ходе экспертизы. Что, конечно, это мировые лидеры в области численного моделирования задач механики, самой разной, вычислительной механики. Ну и если мы хотим, а мы хотели, за достаточно ограниченный период времени успеть просмотреть массу вариантов сценариев, в разных постановках, иметь на это достаточно время и своего мозгового, и машинного времени, то, конечно, мы не могли обойтись без вот этих мировых лидеров. Вы спросите, каким образом мы получили доступ к этим программным комплексам легально? Отвечу. Столь же просто. Алло, да? Вы вопросы задаете мне? Время? Купили. Нет, мы не купили АНСИС, как ни странно, тогда, по крайней мере, да. Хотя, я думаю, если бы мы запросили такие деньги у прокуратуры России, задаю я себе вопрос сам, да, то я не исключаю, что они бы согласились оплатить, да. Вот я, более того, сейчас думаю, что мы напрасно это не сделали, да. Мы обратились напрямую к, благо была такая возможность, к руководству АНСИС, руководству Абакуса, и они, как ни странно, согласились с нами на безвозмездное пользование в период экспертизы. Почему? Да просто потому, что они очень заинтересованы, правильно, Александр, заинтересованы в том, чтобы их программные продукты использовались на передовом крае, да, вот таких, такого рода сложных, резонансных, да, явлений, задачи, объектов. И более того, чтобы потом, а мы дали такое обещание, чтобы потом результаты использования, да, этих программных комплексов были опубликованы в научной и специальной другой литературе, ну, в том числе в журналах. Мы это, повторяю, обещали, это обещание исполнено, и, собственно, под это обещание мы получили на безвозмездное, ну, не вечное, а только на период экспертизы, пользование этими программными продуктами. Итак. Да, вот я как раз сделал здесь небольшую театральную паузу, понимая, что эту паузу вы заполните этой репликой, что время закончено, так. Спасибо вам за напоминание. Если у вас есть какие-то вопросы, вот, как бы такие быстрые вопросы для моих быстрых ответов, я готов. Что-что? Какая сталь была? Колония, да. А, сталь в колонии какая. Ну, там была специальная сталь, я завтра вам, в следующий раз об этом расскажу, там более того, марку покажу, да. Это была такая достаточно высококачественная сталь, но со сталью эти тоже были проблемы, да, как оказалось. Ну, вот те самые металлисты, да, металлографы из института Баргина об этом указали, что эта сталь была склонна, смотрите, прям такой термин, как о человеке, да. Она склонна к холодному растрескиванию, не падайте в обморок, вот такая терминология, склонна к холодному растрескиванию. То есть микротрещины в этом блюмсе, да, были уже заложены, да, заложены в период изготовления. Понимаете, да, и потом в результате того напряженно деформированного состояния, которое там было создано, какое мы посмотрим на следующей лекции, да, как раз какая-то из этих микротрещин послужила тем самым спусковым крючком, да, той самой птичкой, которая села там на краешек, да, и все началось, да. Хорошо я излагаю это все вам? Очень хорошо. Мне понравилось. Все, тогда отпускаю вас на, так сказать, дальнейшие ваши занятия. Готовьтесь к следующей лекции. До свидания. До свидания.